Не в первый раз Севастопольский художественный музей имени Михаила Крашицкого открывает двери для посетителей ночью. Обычно это происходит в мае, в Международный день музеев. Я решил отличиться от своих мирских забот и приобщиться к искусству. Я впечатлен выставкой, мне очень здесь понравилось. Окунуться в то пространство, которое передает эти картины, на какой степени раньше был совсем другой интерес у людей, насколько они открывают эпоху тех времен. Севастополь впервые присоединился к общероссийскому празднику, имеющему как светское, так и религиозное наполнение. 4 ноября музейщики открыли запасники и представили на суд зрителей две иконы, которые, по их мнению, отвечают духу торжества единства. Написана эта икона в 19 веке. Она напоминает нам о той великой иконе и о тех событиях, и о том замечательном празднике. И вторая икона Федоровской Божьей Матери. И, собственно говоря, благословлен он был на царстве этой иконой Михаила Федоровича Романова, первый царь из династии Романовых. Ночь всегда сменяется днем, и музей вновь гостеприимно открывает двери. В главной картиной галереи Севастополя начинается декада, посвященная 87-й годовщине ее открытия. И 120-летию со дня рождения Михаила Крошицкого. Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя. Уже перед входом в здание панорамы гостей встречали французские артиллеристы, а в музейные залы их провожали экскурсоводы в униформе русской армии времен Крымской войны. Цель этой акции – показать возможности музеев, то есть показать то, что мы не показываем каждый день посетителю. И, конечно, привлечь молодежь в вечернее время не просто один раз, чтобы они приходили в музей, а чтобы привить им потребность посещать музей. Музейный вечер назвали «Войны ожившее звучание». В залах казалось, что шел бой, звучали слова солдатских песен периода Крымской войны, но особое настроение создавали строки патриотических стихотворений. Наверное, обратили внимание, что когда только посетители заходят в музей, они слышат, как звучат песни солдатские именно периода Крымской войны. В этих песнях и о Нахимове, и о Корнилове, и о Бесту, и о моряках-черноморцах. И дальше, поднимаясь на площадку, они продолжают уже входить в атмосферу войны, они слушают звуки сражений. Участники акции отмечают, в этот вечер в музее была создана особая атмосфера. Ее отличали проникновенность и взволнованность. Сотрудники панорамы верят в то, что ночь, проведенная в музее, позволит повысить его привлекательность, а еще по-другому взглянуть на панораму особенно молодежи. Альбина Перепечаенко, Александр Вареца, 1-й Севастопольский. Специально для ИТВ.